Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Резидента промпарка в Вятских Полянах требует признать банкротом. Иск в арбитражный суд Кировской области поступил от Управления Федеральной Налоговой Службы 10 ноября. Признать банкротом налоговая просит компанию «Высота 43». Сумма исковых требований – 48 миллионов. Отмечу, что «Высота 43» является якорным резидентом промпарка в Вятских Полянах. Занимается предприятие производством лифтового оборудования. 53% своей зарплаты кировчане платят за ипотеку. Рейтинг российских регионов по ипотечным платежам подготовили эксперты РИА Новости. Кировская область оказалась в нем на 50-й строчке. Средний объем ипотечного кредита в нашем регионе – 3 миллиона рублей. Берут его кировчане на 297 месяцев. Платят в результате половину зарплаты. В среднем по стране цифра 44% от зарплаты. Лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Например, жители Магаданской области, Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа, которые находятся в первых строчках рейтинга, платят по ипотеке только четверть зарплаты. В аутсайдерах – регионы Северного Кавказа. В Калмыкии, которая находится на последней строчке, на ипотеку уходит 93% зарплаты. В Северной Осетии – 80%. Кировчане заплатили 43% имущественных налогов. Об этом на еженедельном совещании в областном правительстве сообщил руководитель регионального управления федеральной налоговой службы Василий Сметанин. Он напомнил, что до завершения периода уплаты налогов за 2022 год остается три недели. Сделать это по закону нужно до 1 декабря. На данный момент налогоплательщики пополнили казну более чем на миллиард рублей. Это 43%. В прошлом году на эту дату было уплачено меньше 38%. Общая начисленная сумма – 2,4 млрд рублей. В лидерах – Орловский, Афанасьевский и Сунский районы. В них большинство жителей уже справились с задачей по уплате налогов. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Комоэкономика.